Мы надеемся, что у вас замечательно прошли праздники, или они, может быть, до сих пор идут, и мы не знаем, когда именно это видео выйдет. Но сегодня мы хотели вас познакомить с нашими питомцами. У нас вместе, получается, три собаки и кошка. У меня собачка, вот Боська. И у мамы и папы две собаки, поэтому у нас вопросы, постоянно я вижу в видео, спрашивают про собак, рассказать про них. Вот мы хотим как раз сегодня это и сделать. Я специально одела вот такую кофточку, которую я себе заказала. Это Бося, фотографии его, и его имя. Поэтому вот как раз вот Бося, у вас два Бося сегодня на экране. Ну давай начнем тогда с собачек. Первый у нас вот старший, это его полное имя Бо, короткое имя Бося. К нам приезжают гости вместе с Сюшей на праздники, на День Благодарения, на Рождество, на Новый год. Скоро они уезжают, поэтому вот есть такой шанс, как бы, познакомиться с Бося. Ему почти пять лет, его порода это как акул. Это порода была, да, порода была выведена для того, чтобы собака была компаньон у человека. То есть это не для охраны, там, не для охоты, а вот просто для людей, которым нужно, ну вот, компаньон, такой вот семейная собака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Магазин, то есть мы когда жили в DC, сейчас живем в Чикаго, здесь американцы очень любят животных, и поэтому большинство магазинов его упускают, и не только где продаются там вещи или что-то такое, даже он со мной в продуктовый магазин ходит, когда мне нужно продукты покупать, он со мной в Starbucks ходит. У меня у всех подружек тоже есть собаки, поэтому мы очень часто берем собак и гуляем с ними возле реки, озера в Чикаго. Поэтому единственное, что он должен был быть меньше, потому что я хотела с ним летать, но он сильно большой, чтобы летать, и поэтому, например, с Чикаго нам приходится ездить на машине. Если что, спрашивайте еще вопросы, нежные, хорошие. Познакомим вас с двумя вашими собаками, они, конечно, совершенно-совершенно-совершенно другие, не такие вот, как Бося. Так, а вот наши биглы. Этого бигла зовут он постарше, ему три с половиной года. Его зовут Шерлок, он был у нас первый. Вот, а это Луишка, он на полгода младше Шерлока, ему где-то, ну, около трех лет. И, конечно, это биглы, охотничьи собаки, которые были выращены, в принципе, для того, чтобы охотиться, поэтому у них очень развито чувство нюха, и, конечно, это отражается на особенностях их характера. Они одни из тех пород, которые не особо поддаются, если честно, на тренировке. То есть, вот этим командам, они тоже очень семейные собаки, но они так могут отвлекаться легко на запахи. Ну, вот, как вы видите. Если с ними гуляешь на улице, любая белочка, любой зайчик, птичка что-либо пробегает, они тут же все нюхают. И очень, если их не выводить на поводке на улице, то они, в принципе, могут очень легко убежать на запах. Вот, поэтому за ними нужно, конечно, глаз и глаз. Они у нас гуляют на бэкьярте, который вот у нас есть забор. Это очень семейные собаки. Любят детей. Такие вот, они постоянно проводят время с хозяевами. Очень добрые. Но они очень потешные. И, как здесь в Америке называют trouble maker, это те, которые любят пошалить, вот что-нибудь нашкодничать. И у нас каждый день есть какие-нибудь приключения с ними, потому что мы стараемся, конечно, дом приспособить, чтобы они там ничего не пожевали, ничего не стащили. Но они все равно найдут что-нибудь, что пожевать, что стащить. Вот просто такие вот, как бы, активные, задорные собаки. Они были выращены для охота, им постоянно нужно какое-то движение. И если их нечем занять, то они сами себя занимают. Вот Шерлок, например, да, Шерлок? Он у нас пожевал диван, который стоит 3000 долларов. Ему, конечно, все с рук сошло, потому что он любимая собака. Не потому что он хочет там повредничать. Это такая вот порода. Постоянно себе находят какие-то занятия. Когда у нас нет дома, они что-нибудь найдут нашкодить. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 около 180 долларов каждые 6 недель, чтобы ему около делами, большинство покрывает страховка, конечно, поэтому хорошо, что у нас есть страховка. Вот сухая еда, специально я заказываю, нам где-то огромный пакет хватает на 2 месяца, это стоит где-то 110 долларов каждый пакет, плюс еще это. В этом году, ну давай, наверное, проще за год, да, примерно. В этом году он мне обошел с 3860 долларов 39 центов. Ну вот примерно, да, и у нас еще также тоже вот 2 собаки, то есть примерно плюс-минус такие же расходы, и плюс еще вот на кошку инсулин, конечно, мы покупаем несколько раз, наверное, в месяц, и, ну, мы даже не считаем еду, то есть у них и сухая еда, и мы стали в последнее время готовить более натуральную еду, потому что вот это сухая еда, ну, сейчас, естественно, что все облегчается, и проще давать сухой корм, но мы вот решили своим животным готовить что-то более натуральное, у нас есть такая возможность, я вам тоже поставлю немножко видео, покажу, я называю это собачий элевит, который всем очень нравится. Ну вот решила снять, как мы готовим собакам еду, они едят сухую еду, ихнюю, потому что там все витамины, минералы, которым надо, ну и дополнительно, потому что я не люблю вот эту вот сухую еду, только одну, она такая, ну, для меня какая-то коричневая, страшненькая, вот, мы еще варим отдельно, ну, вот так вот везет нашим собакам, можно сказать, варим отдельно мясо, это здесь индюшка, чтобы с бульоном было, потом мы готовим вот такие вот, не готовим, покупаем готовые уже овощи замороженные, вот здесь, смотрите, морковка, сладкий горошек, потом вот эти зеленые, они называются гренгин, зеленые, господи, как это по-русски, зеленые бобы и баттер скваж, это типа как, ну, не тыквочка, похоже, что-то, и сладкая картошка, то есть это все, что им нужно, и потом я вам покажу сам процесс, навариваем яйца, чтобы был белок, ну и потом мы сделаем собачьей ливье, я вам покажу весь этот процесс, и вмешаем его, вот когда мы им даем есть, мы даем им их не в сухую еду, и вот домешиваем, даем то, что мы приготовили, и плюс еще доливаем вот этот вот бульон, который получится с мяса, иногда это может быть свинина, иногда говядина, иногда индюшка, вот здесь вот индюшка, выглядит аппетитно, сейчас, наверное, все меня ругать будут, скажут, боже, не все, наверное, себе могут такое приготовить, ну вот, слушайте, ну вот что есть, то есть, как говорится, ничего не скрываю, показываю, как есть, если есть возможность, мы, кстати, стали недавно только это делать, ну, может быть, наверное, может быть, где-то, наверное, месяца три-четыре, я знаю, что многие здесь покупают уже готовую хорошую еду собакам, чтобы не давать эту сухую, но это дорого, проще самим приготовить, все это, в принципе, здесь доступно, ну, вот так уже выглядит окончательная версия собачьей еды, здесь вот такой мерный стаканчик, ну, вот уже все здесь перемешанное, мясо и яйца, и замороженные овощи, которые уже растаяли, ну, вот я называю собачьей оливье, выглядит аппетитно, сама бы съела. Я в босе раньше-то, конечно, не готовила, вот приехал он на праздники сюда к маме с папой, последний месяц мы здесь живем, папа его приучил к оливье, поэтому я для себя не готовлю, приеду в праздник в Чикаго, придется ему готовить, я показываю сюда, потому что он лежит вот возле мамы сейчас, возле ее ног вот здесь, вот прям, он был маленький, когда я ходила в офис на работу, два раза в неделю я водила его в детский сад, где-то обходила 40 долларов в день, ну, все, мы познакомились с нашими собаками, с нашими питомцами, задавайте вопросы, если у вас есть, мы ответим, ну, да, мам, да, все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok